Всем добрый день! Я иду после работы в обеденное время. Давно в Лидоле не была. Сегодня посмотрела, там арбузики с предложением привезут по 33 цента за килограмм. Но я думаю, что сегодня они в суббот или понедельник. Я обычно, знаете, как читаю, у меня есть приложение следовало, и там поступает, что, типа, приложение и все такое, а потом оказывается, что они в другие дни. Такое бывает. Ну, блин, машинство. Чарли, вей наки, донде стаас? Чарли! Там у нас живет родственник, и вот он к нему постоянно бегает. У него тоже собачки есть. Юрсай. Чарли, вей наки, вей! И когда у них дверь открыта, он бегом прямиком к ним. Не знаю, за что он их так любит. Видит-то там раз в месяц. Но любовь у него не земная. К ним, правда. Он прям, когда видит его племянника, описывается весь. Чарли, вей! Ой, машинка пожара. Бинга! Я сегодня дома одна, после работы не знаю, не получится. У меня в пять девочка придет опять встретиться. Танюшка моя. Но не моя? Таня, подруга. И не знаю, будет у меня время на пляж съездить или нет. Ну, чего ждем-то? Бинга! Чарли! Пока не понюхает. Давай уже внутрь. Давай! Снимаю, самой неохота. Что делать? Жара тут. Вот я сходила за арбузом. Арбуз, кстати, у нас вышел. 6 килограмм по 33 центов. На 2 евро. Представляете, весь полный арбуз. На 6 килограмм. Классно. Потом... Ой, а кукуруза где у меня? А, вот она. Кукурузу свежую взяла. Сварить. Очень вкусняшкая. Она у нас стоит евро 79. Так, она кордосфрутер. На кордосфрутер. Что это такое? Это, наверное, вот к чаю я взяла. Вот такой набор. Блин, я хотела сухофрукты взять, чтобы там всего-то всего было. А тут всего какие-то кешью и это. Красная смородина. Ну ладно, будем чай пить в этим. У нас 2,50 стоит. Яблочное сок. Яблочный сок. Здесь только яблоки. Здесь нет ни сахара, ничего. Это биоорганическое. Он у нас стоит евро 50. Для суш взяла вот такой вот... Винаградорос. Ну поняли, да? Уксус рисовый. Рисовый. Он у нас 99 центов. Семечки. Семечки. Я... Они вот... В Испании очень часто, почти всегда продают семечки соленые. Очень редко здесь встретишь, чтобы они были не соленые. Но вот эти вот агуассаль, они как бы не соленые, но не соль на них вот так вот кусками. И вот такие, не знаю, вкусные, невкусные железовые. Видите, тоже 69 центов всего стоит, представляете? Взяла креветки, сейчас поем. Они у нас тоже были с предложением за 3,50. Здесь полкило. Немного пловика сейчас разогрею, у меня там есть. И вот креветочки. И будет в жизни счастье. Так. Нори у нас стоит 3 евро. А, евро 50 есть тут 2. На суше тоже у меня нет нори. Закончились вот. Евро 51, я в 2 взяла. Девочки и мальчики, я уже 3 дня просто страдаю, просто мечтаю, сплю и вижу, как я ем шоколадное мороженое. Не просто шоколадное, а вот из черного шоколада. Вот чтобы прям вот я, знаете, представляла, вот как я его кусаю. И вот у меня шоколад вот прям он во рту вот так тает. Я шоколад не очень люблю. Особенно черный. А вот видите, организм как меняется. Или фиг его знает что. В общем, я прям спала и видела, как я кусала это мороженое. Или вот так вот ела ложками. Ну и что, купила себе шоколадное мороженое. Тут вот смотрите, прям очень вкусно, кстати, оказалось. Черный шоколад. Вообще прям обалденно вкусно. 72% шоколада. Тут написано, а тут не написано. А тут написано, что с молоком. Странно, да? А здесь напишем, что 72% шоколада. В общем, хлеб он знает, но оно черное. Вот такое прям точно черное. Блин, как я его съела в машине. Ну, одно-то можно. И вот я про то, что меняются вкусы. Знаете, я раньше не любила мед. Вообще его никак не любила. А вот в этом году мне он, я думаю, попробовать как бы. И все, я его уже не то, что люблю. Ну да, люблю. Я вот жду, знаете, какого момента, что я полюблю эту тыкву. Она очень полезная. Очень полезная для кишечника. Вообще там много с ней витамина, но я ее ненавижу. И вот я жду момента, смотрю на нее, смотрю. Есть такая хотелочка, знаете, нету, не хотелочки, ничего. Не люблю я тыкву. А жаль. Здесь из нее много делают и всякие пюре, и супы варят. А я ее ненавижу. Особенно сестра мужа, она очень любит всякие супы, добавлять эту тыкву. И вот она, когда раньше мы рядом с ними жили, она постоянно носила эти супы. И хотела меня обмануть, что там... Это не это, это морковка. Но я говорю, я не люблю тыкву, тыкву не за цвет, а за вкус. То есть я сразу по вкусу определяю, что это там тыква, и все, она мне не лезет. Просто у меня даже до рвотного рефлекса, потому что он не лезет. Но я жду того момента. А, я еще купила эти инжирные персики, парагваю. Они у нас рубль 59 стоят. Евро 59. Здесь полкило всего, 4 штучки. Все, буду кушать сейчас. Ты моя сладкая рыба. Я сегодня опять в гордом одиночестве. Ах! Ну ничего. Зато ко мне вечером Танюшка придет. А еще мне сегодня с Китая прислали наклеечки на клавиатуру русскую. Представляете, с Китая в Испанию прислали русские наклейки. Я вообще, вот иногда так задумаешься над фразами, над действиями, и можно усикаться. Правда? Вот с Китая русские наклейки в Испанию. Ну вообще. И вот у меня эти, ну они, видите, второй раз приклеены, они уже отклеиваются. А эти какие-то прозрачные было написано. Или белые, я даже не знаю. Ну пока эти держатся, я не буду их отклеивать, поэтому вот будут у меня запаздные. Кстати, пришли очень быстро. Двух недель не прошло, представляете, сколько у меня этот компьютер-то. Две недели нету, да, и вот пришли очень быстро. Некоторые товары с Алиэкспресс приходят буквально прям за дни, за дни какие-то считанные. А некоторые месяцами надо ждать. Хотя написано было, что 59 дней будет идти. Странно. Пускай положу. Главное, чтобы не спрятать так, чтобы потом не найти. А тоже я могу, я могу так припрятать, потом хрен кто найдет. И я в том числе. Ладно, пошла я кушать. Приехали на пляж. Читаю комментарии. Кстати, моей хорошей подписчице, которая пишет много комплиментов. Ну и комплиментов тоже. Комментариев. Ольга Шейн, да, привет. Про мой нос загорелый. Достала быстренько крем, потому что листочков здесь как таковых, как у нас. Вот помните, поддорожник там или какой-нибудь лопух маленький, чтобы на нос прилепить. Такого нету, поэтому достаю крем. Благо он у меня есть. Я сегодня с Чарли приехала. Сейчас, короче, нос намажу, а то, правда, опять загорит. Все, намазалась. Ну, короче, я Таньку приподстригла. У нас все по-быстрому. И быстренько на пляж приехала. Время 6, 7 час. Чарли мой. Мы приехали в парк. Там пляж, там в конце пляжа есть пляж, где можно с собаками. И так как время уже позднее, то есть загорать я 100% не буду. Я решила прогуляться сейчас вот тут в Чарли. Тут не так жарко. Есть пальмы, от которых, ну, хоть какая-то тень. Конечно, не тень, тень, но все-таки. А потом зайду на пляж, где можно с собаками. Поплаваю немного. А Чарли меня подождет на берегу, на моем полотенце. Я так делала в прошлом году, но уже где-то в сентябре. Конечно, не в июне, в конце июня, в августе. Вот так вот. Так что погуляем немного. И вот про нос, ну да, вот загорает. Мажу его, мажу. Ну, что делать? Он у меня зимой красный от холода, летом красный от жары. Как нос алкоголика. Ну, что можно поделать с этим носом? Только если отрезать. Ну, без носа тоже как-то не очень. Вот и все. И ты там, шастаешь. Ой, погода замечательная. Замечательная. Видя? Чуть-чуть освежила его. О, а то прям я чувствую, что ему жарко. Он не хочет такой идти. Где-то красиво на шпионке какой. В море он не любит купаться. А в душе я его искупнула. Еще, знаете, в море он начинает вот так вот по полотенцам всем вот так вытираться. Ему не важно, мое полотенце или чужое. А я хочу попить. Попилка есть. Попилка-поилка. Вода, конечно, горячая сначала течет. Поэтому нужно... Вот, видите? Если есть полотенце, он так на полотенце делает. Можно попить. Вы знаете, вот я иду и думаю, что хоть какие-то еврики нужно в сумку все-таки положить. Я бы сейчас с удовольствием купила бутылку воды. Но у меня нет денег на воду. Так что надо как-то этим делом заняться и пару евриков бросить в сумку на водичку. А так все окей. А, вон там еще вода есть. Можно попить. Здесь есть поилки на каждом шагу. Ну, не на каждом шагу. Каждый, наверное, километр. Но водичка-то холодная, с киоска вкуснее. Так что надо положить денежку в сумочку. Идем сейчас купаться. Вот этот участок пляжа, он отведен специально для людей с собаками. Вы знаете, в Испании не очень много пляжей, где можно с собаками. Их можно на пальцах пересчитать. Мне кажется, даже на пальцах одной руки. И вот нам посчастливилось, что у нас в нашем городе Матриль есть такой пляж. Я очень этому рада, потому что в сентябре я часто сюда заезжаю. Ну, вот так вот, когда прогуляюсь с Чарли. А потом иду сюда купаться. Я вот взяла зонтик. Сейчас поставлю зонник, постелю ему полотенце. Он у меня ляжет. Ну, это я так представляю и мечтаю, что он у меня ляжет на этом полотенце под зонтиком. А я спокойно искупаюсь. Ну, и в прошлом году, в принципе, было так. Хотя он, знаете, ждет от меня, что я ему буду кидать камни. Но камни очень для зубов плохо. Поэтому никаких камней я ему кидать не буду. Так вот у нас тут галька. Или как там ее назовут? Или любка. В общем, да, идем. Куда только вот прилепиться. Где-нибудь надо. Вот сюда, наверное, прилеплюсь. Сюда. Видите, все с собачками травку курят. Минут сорок была в воде. Представляете? И прихожу к пляжу. И гляжу, Чарли куда-то пошел. А там он встретил своего друга. Представляете? В парке, когда мы гуляем. У него там есть дружба. Он тоже каждый день гуляет. И они там встретились. И я так рада. В общем, я залезла в воду. Он немножко погавкал. А потом пошел, лег на полотенце. И ждал все сорок минут. Я вообще офигела даже. Представляете, как классно. Так смешно девушка там. Она молодая девчонка. Ты, говорит, это в парке ходишь с ним гуляешь? Я говорю, да. Он говорит, ну, они, смотри, узнали друг друга. Говорю, вперед, чем мы. Представляете? Город маленький. Все друг друга знают. Скоро уже со всеми будешь ходить и здороваться. Что-то у души там. Как это? Столпотворение. Вот. Не выгорелись. Да, мой липкий шляпкий. Он еще сырой. Время же около восьми. Поэтому не так жарко. В тенечке лег на полотенце. Такой деловой. И лежит. Меня ждет. Никого не тревожит. Смотрите, сколько щенков. Вот эти вот черненькие красивые. Они их искупали, наверное, перед душем. Такие прикольные. Синятки. Сейчас в душ схожу и домой. Буду грибочки жарить. Две средние луковички. Обжариваю на оливковом масле. И тем временем 600 грамм шампиньонов режу. Вот так. Вот. И когда лучок немного обжаренный, добавляю грибы. Тоже обжарить. И вот таким образом. Если грибочки очень маленькие, можно вообще их на 4 части. Но эти у меня грибы такие большие. Поэтому вот таким образом их режем. После того, как грибы пустили сок. Смотрите, сколько много. У меня была целая сковородка огромная. Наливаем полстакана сухого вина. У меня сухого вина нет. У меня есть коньяк. Немножечко коньяка. Все это выпарится, как я уже говорила. Никакого алкоголя не будет. Это тоже не пьяное блюдо. Но, конечно, брагой завоняло. Ого-го как. И оставляем вот так вот тушиться. Солим, перчим в конце. Потому что грибы это такая обманчивая вещь, что их кажется много. А потом они ужариваются. Их нифига нет. И есть шанс их пересолить. Поэтому лучше в конце, когда они уже пожарятся почти что, добавить уже перец и соль. Так что ждем. Посолила, поперчила. Прошло минут 10, наверное. Грибочки готовы. Завтра у меня есть рыбные котлетки. Гамбургеры. Я их пожарю. И будет с грибочками. Так что вот так. Вкусняшка будет на завтра. Буду прощаться с вами до завтра. Все вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. И послезавтра уже выходные у кого-то. Но у меня самые два рабочих дня наступают. Всем пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.